Здравствуйте, это 44-я Марта Бря, и в этой студии, как вы видите, уже начинает свою работу «Утро в большом городе». У нас много новостей, которыми стоит с вами поделиться. И вот первое, лично от меня, вот то, над чем я люблю смеяться. Бедные, несчастные, беспомощные депутаты, им выдадут помощников, так сказать, миньонов. Мини-экспертные группы будут помогать в работе Рады. Об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Гройсман. Ну, я не знаю, слушай, если не такие, вот даже со своей работой справиться не могут, прийти на три часа и посидеть в зале. Я сейчас помню, у каждого народного депутата есть несколько оплачиваемых помощников, порядка полтора десятка не оплачиваемых помощников. А мы им теперь еще дополнительные были оплачиваемые. Ради бога, главное, чтобы работал. Это называется, а у меня есть знакомый, у кого тоже есть знакомый, у него тоже есть знакомый, так не знаю, как в этой ситуации справиться. Ты купил там Жигулі шестерку, а потом вот каждые три дня вот на СТО ее там гайки крутишь, я не знаю, там шприцуешь ее. Иногда какое-то странное сексуальное извращение, то, что ты описал. Это примерно тоже, что и про Верховную Раду. Слушайте, тут как раз з окупованих территорий з'явился новый фейк. В социальных мережах, зокрема, люди пишут про то, что бойовики нібито жалуются на то, что в них не вистачає забезпечения с Россией, больше того, не вистачає обмандирования, но и боеприпасы там також закінчиваются. Ну, шучу за все, это, звичайно, неправда, потому что, например, відомый журналіст Роман Бочкала на своей суринке у Фейсбук, он писал, что місцевые мешканцы кажут, что эшелоны зі зброєю з Росією идуть постійно, тому, как бы, расслаблятися не варто. Ну, можливо, для того, чтобы просто кинуть пил в очи, мовляв, на все время не має, пожалейте. Друзья, бардак на дорогах. В Киевской области пьяный водитель «Жигулей», тех самых, о которых я совсем недавно говорил, я знал, на скорости протаранил машину патрульных, в результате чего та перевернулась, пострадал 25-летний лейтенант полиции. Об этом сообщает патрульная полиция на своей странице в социальных сетях. После столкновения водителя автомобиля, который, собственно, и устроил таран, попытался завести машину и сбежать, но его задержали неравнодушные граждане, которые, в том числе, помогли правоохранителям выбраться из перевернутого автомобиля. Ну, знаете, друзья, это очень классно, на самом деле, что граждане начинают помогать полиции и задерживать, в том числе, злоумышленников. И, ну, с другой стороны... Шо ж мы все сами-то сами-то, а? Да ладно. Слухайте, тут є, в принципе, новина, яка вселяє оптимізм і надію. Надія Савченко йде на поправку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав один з її адвокатів Микола Полозов. За його словами, став здоров'я українки покращився. Вона п'є воду, вітамінні суміші, виглядає набагато краще, ніж минулого тижня. Цитую, температура зараз у неї вже пройшла. Щоправда, тиск досить низкий, але говорить, що вона нормально, пише Полозов. За його словами, Савченко, цитую, вона налиштована абсолютно серйозно, вона готова йти до кінця. Дуже хочеться вірити в те, що все ж таки стан здоров'я буде покращиватися кожного разу. Адвокатов на переправі не меняють, при этом, уверена, українська лёща сама заявила, що не збирається відказуватися от услуг одного із своїх трьох адвокатов по імені Марк Фейген. Об этом он сам сообщил нашій програмі в телефонному розговорі. Він розв'язав слухи о конфлікте с подзащитной, обвинил Кремль в очередной психологической атаке на Надежду. Давайте послушаем його коментарий. Я предложил Надежду, написав личное письмо о том, що в связи со всіми цими событиями, дабы не подвергати в більшій степені дискредитации імені компанії, отказатися от моїх услуг. Она ответила мне письмо, що нет, не буде відказатися от моїх услуг, поэтому я здаюся її адвокатом. Она, безусловно, буде присутствувати 21-22-го на приговорі в шуті Афганецкій. Я просто напомню, из-за чого возник конфлікт. Изначально мошенники подготовили фальшивое письмо, которое якобы написал Петр Порошенко Надежде Савченко. Отправили это письмо на почту адвокату Надежды Савченко Марку Фейгину. Тот принял это все за чистую монету и это письмо опубликовал. Позже оказалось, что это письмо на самом деле розыгрыш и фейк. Ничего подобного администрации президента написали. В этом письме, среди прочего, Петр Порошенко уговаривал Надежду Савченко прекратить голодовку и обещал ей пост в правительстве. Ну, на самом деле, к Марку Фейгину очень много есть вопросов. Еще с того времени, когда он защищал, например, Пуссерайт во время знаменитого судебного процесса. Многие люди говорят, что как адвокат его возможности чрезвычайно слабы, зато он скорее чаще выступает на судебных процессах как пиарщик. А вот еще одна новость по нашу сторону границы, прости, не отдам тебе слово, у меня слишком много информации. Это то, что премьер-министром Украины может стать либо Наталья Ярейская, либо мэр Львова, господин Садовой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Святослава Цыголко на своей странице в Фейсбуке. Накануне президент Украины проводил личные встречи и обсуждал как раз-таки возможность назначения премьера из этих двух кандидатур. И целью является скорейший выход из политического кризиса. Ну, на самом-то деле, действительно, ситуация зашла в тупик. Самая большая проблема, что вот когда встречаешься с чиновниками, они говорят, что среднее звено управленческое потихоньку начинает саботировать любые реформы. Потому что все люди сидят, ждут, кто же будет все-таки премьер-министром, Яценюк, Ярейский, Садовой или кто-то еще. И из-за этого у них нет никакого стимула работать. Потому что зачем, какой смысл вкалывать, если завтра, например, весь твой департамент может быть заменен. Поэтому, конечно, чем быстрее с кандидатурой премьера будет ясность, тем больше надежды на то, что нормальная работа в стране продолжится. Зачекай, дается, Андрій Садовой уже отмолился от посадки премьера пенсисуточа с президентом. Да, у него уже появлялась. Но, тем не менее, ясности относительно того, кто будет возглавлять украинский обмин, больше не стало. Ясность в том вопросе, что украинцы стали меньше споживать электрики. Как поведомили в пресс-службе «Укренерго», в лютому Украина заменшила споживание электроэнергии на 8%, если сравнивать с аналогичным периодом минулого года. С новыми тарифами мы еще и жрать меньше стали. Ну, на самом деле, там уже с 1 марта в Украине как раз подвищились тарифы на электроэнергию. И минимальный тариф на электроэнергию для населення складает 57 копеек за киловатт в час. То есть, в зависимости от того, сколько вы споживаете. Ну, и кто-то связывает, возможно, с тем, что, возможно, все-таки, новые тарифы заставляют людей экономить электроэнергию. Вы, может быть, не заметили, но, судя по всему, Антон Равинский сегодня выиграл у нас с Юлией в карте, поэтому мы работаем, а он улыбается. Продолжай, Белый мир. Но, тем не менее, друзья, общество очень активно обсуждает вот ту информацию о том, что якобы Ренат Ахметов и Юрий Бойко могут стать губернаторами Донецкой и Улганской областей. Такой медиа-вброс, который появился, он у всех очень взборажил. И есть что сказать, в том числе нашему коллеге Андрею Булгарову своей авторской рубрики «Ему слово». Коли собаці нудно, вона яйца-лиже. Більш точного порівняння для так званого плану з призначення Ахметова і Бойко, чи губернаторами, чи кимось ще на територіях, де орудують проросійські бойовики, мені особисто придумати складно. Ще складніше зрозуміти, як цю новину взагалі можна сприймати серйозно. От хто, скажіть, їх може туди призначити? Київ? Як? Адже це поки що підконтрольній сепаратистам території. Москва? Тобто вона що, офіційно визнає, що ці території підконтрольній і? Ну це треба бути повними даунами, аби після цього сподіватися на зняття санкцій. Або може Ахметов з Бойком зайдуть через вибори? І хто, вибачте, вибори проведе? І як? Та й чому мешканці цих територій, які давно навіть не жителі, а заручники сепаратистів, мають голосувати за Ахметова з Бойком? А за Харченко з Плотницьким куди подінуться? Або хтось вважає, що ці два князька добровільно віддадуть чесне награбоване? Звичайно, їх можна просто пристрелити. Як кажуть, собаці – собача смерть. До речі, це досить така оригінальна юридична підстава для призначення виборів у зв'язку зі смертю колишніх голів. Взагалі, думаю, що це треба їм у своїй недоконституції прописати. Ну от навіщо паритися з якимись імпичментами? Вбили і все, призначили вибори. Загалом весь цей план не більш ніж маячня та корм для лохів. Складається враження, що у Кремля дійсно ідеї закінчуються. Або ж там взагалі не розуміють, що з усім цим щастям робити. Тож так імі треба. А нам – пайного раночку. Пайного раночку, хлопці! Давайте так, если вы сейчас услышите какую-то из этих примет, она к вам подходит, загибаем пальцы. Итак, вам тяжело вставать с утра? Да. Вы не умеете готовить? Скорее всего. Вы нуждаетесь в помощнике по дому? Ну, безусловно. Если все три приметы сапали, поздравляю, вы Павел Казарин. Но с этим можно бороться. Нет, вам не придется жениться или применять какие-то операционные вмешательства. Достаточно завести себе пса. Он решит все ваши проблемы. Серьезно. Существуют в мире такие животные, которые вот и будильник принесут, и полотенечко подадут, и фен подержат, и готовить помогут. А він правда щасливий, то вот щасный вид бывает. Ну, с такой собакой зачем еще какие-то варианты, друзья? Я вам напоминаю, Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра, а Павел Казарин заряжает вас чем информацией. Но сейчас будет Юлия Казарий. Потому что знаете, что у меня? У меня взагалі тут же хи-хи-страхися. Школяр без голови. Не хвилюйтеся. Всі живі-здорові в социальній мережі. Дуже потішилися з радянського куточку школяра. Как раз в экспозиции музея міста Кукмор в республике Затарстан есть экспозиция. И там изображено с радянського школяра и его соседка, как видите, на папа-патті. Они представлены без головы. А с ним как подписали, а голову ты вдома не забыв? Ну, это же просто, видите, крилота фраза. Усі мы ее в школе чули, там, что денег забыв, ты забыв. А все из окна будут прыгать. Ты тоже прыгнешь? Нет, у нас была головой всем кубиться. Все будут головой всем кубиться. И реально мы все бились. И все бились? Да. Ну, вот таким чином мы решили просто посмеяться. Ну, ладно, посмеяться так посмеяться. Начали хихикать, продолжаем. Турецкая армия воюет на востоке Украины. Ага, вот такую вот панику можно было бы раздуть из одной фразы. Оговорку сделал ведущий прокремлевского телеканала МТВ. Сюжет вышел 11 марта в эфир. Вот смотрите, что было. Сегодня появились шокирующие документальные свидетельства зверств, учиненных турецкими войсками над мирным населением юго-востока Украины. Эти кадры в курдском городе. Ну, в общем, юго-восток, но не Украина. Там Джейзера, Донбасс, Донбасс, да нет, какая рай, главное. Почти почувствовать видов удаляты, а вот все-таки курдского числа смотришь, начну его. Простите, я говорила, на автомате, да, человек ляпнул. Война войной, а культурная жизнь. Иначе как быть с духовными скрепами? Сегодня в 2020 на СССР новый выпуск программы «Гражданская оборона». А прямо сейчас небольшой анонс. Смотрите сегодня в «Гражданской обороне». Разделяй и властвуй. Что общего у Турции и Украины в отношениях с Россией? Анкара не впервые сообщает о нарушении российскими самолетами турецкого воздушного пространства. Звезды псевдореспублик. Кто на оккупированных территориях несет пропаганду в массы? Они, по сути, просто постоянно доносят генеральную линию партии. Нефть по 30. Когда российский рынок окончательно рухнет? 50-48% всех надходжений до российского бюджета были виднафта и газа. Взрывоопасный Донбасс. Сколько времени уйдет на разминирование захваченных террористами земель? Очень много гибнет именно мирных жителей на растяжках, которые находятся в зеленке. Факты, свидетельства, доказательства. Все это сегодня в 2020 в гражданской обороне. Вы знаете, друзья, быть может, топовая новость вчерашнего вечера всей сегодняшней ночи и наверняка сегодняшнего утра это то, что Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Об этом стало известно накануне. Да, уже вот в течение всей сегодняшней ночи российские войска потихоньку покидали территорию Сирии. Но, тем не менее, две военные базы продолжат существовать на территории страны. Одна в Тартусе, это морского базирования, и другая в Хмемиме. Там авиационная база будет продолжать существовать. Дело в том, что накануне было непонятно, как будет продолжать Россия вести себя на территории Сирии. Кто-то даже предсказывал, что на территории этой ближневосточной страны возможен большой наземный конфликт. И не исключали того, что Россия может поставить, в том числе, наземную группировку для выполнения задач. Любопытно еще и то, как Кремль аргументирует то, что он выводит войска. По сообщениям Москвы, войска выводятся, потому что они достигли своих задач. Однако эксперты в этом на это все смотрят скептически. Да, режим Башара-Асада удалось на какое-то время сохранить. Но, тем не менее, в результате, например, авианалета погибло, по данным Международных общественных организаций, 1700 мирных жителей. Кроме того, все равно базы ИГИЛ, хотя и понесли поражение, но, тем не менее, говорить о том, что войска ИГИЛ уничтожены, не приходится. Возможно, что мы являемся свидетелями какой-то части большого геополитического торга и розыгрыша. Ну, посмотрим. Многие эксперты просто боятся того, что вывод войск из Сирии может означать усиление российской активности на Донбассе. Ось, просто сейчас много пишут. И на этой неделе мы будем обращаться с этой темой регулярно, поверьте. Ну да. Друзья, в ЕС договорились... Я, я, можно, просто я заслухалася. И хочу вам теж інше розповісти про те, что в Евросоюзі домовилися, как будет співпрацювати с Россией. Зокрема, напередодні голова МЗС Польши сказав, что Евросоюз может привязать отношения с Российской Федерацией до справы Савченко. Как выводить отношения с Россией? Это выполнять мінские договоренности, выбирать взаимодействие с Российской Федерацией в вопросах внешней политики Иран, близкие схиды, мирные переговоры в Сирии. И укрепить отношения с азиатскими партнерами. Вы знаете, еще одна важная история, то, что в Евросоюзе пообещали, что если Украина, по сути, выполнит все требования Евросоюза, например, ведет обязательно электронное декларирование имущества чиновника в том виде, в котором требуют Брюссель, а не в том виде, в котором ходят украинские депутаты, то безвизовый режим для украинцев не заставит себя ждать. Более того, европейские чиновники заявили, что даже если какая-то одна страна Евросоюза, например, Голландия, в которой готовится консультативный референдум по поводу ассоциаций между ЕС и Украином, и будет против, то это не отменит безвизовый режим, потому что безвизовый режим принимается в Еврокомиссии так называемым голосованием квалифицированного большинства. То есть, если, например, две трети, то безвизовый режим предоставляется. И в этом смысле одна страна не может этого заблокировать. Прямо сейчас, друзья, факты, а потом мы возвращаемся. Не остановлюсь. Будет вам сюжет про звезд? Будет! Я понимаю, что утром сложно просыпаться, не зная про звезд художников. Согласен с вами на 100%. Но это такое небольшое информационное предисловие. Премьер-министр Украины Арсений Иценюк выдвинул условия, в силу которых он готов уйти с должности. Он заявил, что готов уйти в отставку, но при условии, что коалиция предложит кандидатурного премьера, у которого будет четкая программа действий. Сказал он, покажите 226 голосов за новую кандидатуру премьера, сформируйте команду, покажите программу действий на 2016 год. И тогда, соответственно, Народный фронт готов отказаться от должности премьера и участвовать в работе новой коалиции. Но проблема как раз в том, что консультации продолжаются, и никакого консенсуса относительно кандидатурного главы Кабмина пока еще в Украине нет. Ну а уже точно выкрали на Донбассе еще одного військового. Первым окремым батальйоном специального призначения на Донбассе керует майор Збройных сил России Виталій Сукуев. Его особа установила украинская разведка, стало відомо, что ему 37 лет, он родом из Бурятии. До прибытия на тимчасово окупованную территорию Украины майор Сукуев проходил службу в Адигее. Кроме того, 2014 года он как раз притягался до Мирбезпеки из зимовых Олимпийских игр в Сочи. Ну, знаете, это еще один доказ того, что российские військовые таки действительно воюют на Донбассе. Правильно. Хотя, на самом деле, у всего мира это сомнений не вызывает. Ну и понятно, что Кремль продолжает отрицать факты. А я беспокоюсь за Бурятию. Если они все здесь, кто в лапке остался? Бурятию постепенно заполняют монголы, китайцы. Точно. Едем в захват. Мировой скандал. Да. Мы можем... Вообще, такие перспективы открываются. Ладно, друзья, у меня есть для вас возможность посмотреть, что же происходит с теми, кто очень громко кричал «Крым наш», когда к ним приехали теперь уже их чеченские бандиты, русские бандиты, и навели новые порядки. Итак, сюжет проекта «Гражданская оборона» к вашему вниманию. В этой радующейся, словно дети, толпе, скорее всего, есть и герои нашего сегодняшнего сюжета. Бизнесмены, которые лишились всего после прихода русского мира. Россия! Россия! Тогда, поддерживая Россию, эти люди еще не знали, что совсем скоро их жизнь изменится навсегда. И далеко не в лучшую сторону. Русский мир раскрылся во всей красе уже через три месяца. Первым пал туризм. Туризм кормил 80% крымского населения. А затем потянулось и все, что было связано с основным источником доходов простых крымчан. На каждый доллар потраченный за проживание, 5-6 долларов, так сказать, турист тратит на какие-то дополнительные услуги. Ну и серии, например. У меня гостиница, я там трудоустроил 15 человек. Ну, кроме этого, есть рядом ресторан, который кормит этих туристов. А далее есть, допустим, маленькая какая-то пекарня, которая печет хлеб, который опять же им. Потом есть грузоперевозки. И, соответственно, все, что было, все кормилось, оно на сегодняшний день умерло, все схлопнулось. Однако туристический бизнес – это только вершины айсберга. Он отмер естественным путем с оттоком туристов. Что страшнее, вместе с Россией на полуостров пришли три всадника русского апокалипсиса – рэкет, коллекторы и рейдеры. Всего было захвачено с момента аннексии свыше 4 тысяч предприятий. Это не маленькие какие-то, да, это как бы средние и крупные предприятия. Крупные – это гостиницы, гостиничные комплексы. Это, допустим, завод «Массандра», который был захвачен, «Магарач», который находится в Ялте, да, захвачен крупный там. Потом захвачены были стрелочные заводы в Херчи, да. Для прожорливой бандитской машины Крым свежее мясо. Серьезные люди из России без зазрения совести принялись деребанить самые лакомые кусочки, на которые не подымалась даже рука оголтелых приспешников Януковича. Вот эти бандитские привычки, они сейчас в полном объеме проявляются. Поэтому местный бизнес, он оказался под тройным, скажем так, прессом. Мало того, что местные бандиты прессуют, которые оказались у власти, потому что Аксенов и его приспешники – это бандиты. Кроме того, пришли россияне и пришли еще чеченцы. И каждый, Давид, каждый требует свою часть данных с местного бизнеса. Больше сюжетов проекта «Гражданская оборона» смотрите каждый вторник в 2020. Не пропускайте. А ось уже, друзья, с 1 квитня, у День смеху, украинцям точно будет не до жартів. Адже ціна за комунальные послуги зросте майже вдвічі. Підвищение еще рік тому было узгоджено с МВФ, и змінить его уже не можно. Подорожче гарячая вода, опаление и газ. У нас с этого приводу есть коментар. Давайте мы его послушаем и продолжим. Я думаю, что это ошибка не только самого регулятора, сколько ошибочная концепция построения взаимоотношений с потребителем. Потому что здесь неправильно выбраны акценты. Удушить тарифами до такой степени, что потребитель не знает, что ему делать и куда ему бежать – это неправильная дорога, это путь к никуда. Знаете, мировые звезды гораздо удивлять своих поклонников. Казалось бы, вот он выступает на сцене, откуда взяться еще свободному времени, а нет, выясняется, находит времечко приложиться к мольберту-то. Кисточкой, так сказать, побаловаться. Тайные пристрастия. Смотрите в нашем сюжете. Талановитая человек, талановитая в устьом. Этот факт зайвый раз подтверждают зерки, которые, кроме актерства и спевов, еще и на минуту стали живописцами. Кто селебритис-майстерно и не очень владеет пензлем, смотрите просто сейчас. Думаете, лидер скандального гурта «Ленінград» сдатен только на глузливые нецензурные песни? А от и нет. Виявляється, картины Сергея навіть висять в музее Ерата в Санкт-Петербурзе. Дві його найвідоміші роботи – зображення сорочки Дольча Габбана и футболки з логотипом группы ACDC. А безперечным хитом стала зухвала картина з чоловіком и жінкой, которые, так би мовити, «зливаются воедино». Но дитям, та особенно вразливим, ее краще не бачить. Шнуров все ж таки залишается шнуровым. Так-так, найвідоміший голливудский качок теж прикладается до пензля. И работа в нього, ну, очень эмоционисты и яскравы. Как и сам Сталлоне, между прочим. До речи, Рокки захопился малюванием еще в детстве, но денег на высшую художную освету у родителей не было. И за иронией доли, Сталлоне довелося пить в актеры. Ведомий Бітл полюбляв малювати еще в молодости. И робил это на пару с Джоном Ленноном. Но если работы Леннона, честно, зізнаться, совсем посередні, то картини Маккартні высоко ціняться критиками. Но сэр Пол плювати хотів на відгуки. Ему подобается сам процесс малювания, тож и сидит собі с пензлями и фарбами днями и ночами. Ганнибал Лектор самобутній художник саме так и є. Хопкінс почав малювати 11 роков тому и правильно сделал. Его живописные шедеври перейшлися до смаку не только дружине Стеллі, а и известным митцям. Зухвалий ироничный красен Франко творит такі самі картини. Як бачите, вони дуже прості, яскраві і жартівливі. А зображений на них частіше за все сам Франко. Логично, адже більше за все він любить себе коханого. Ну, ще пісні Лани Дель Рей. Та самая история із Ренатою Лютвиновою. Адже героїня усіх її картин, як дві краплі води, схожа на саму акторку. Епатажна білявка з сумними очима тепер прикрашає стіни домівок чи не усіх зірок російського шоу-візу. Не можете обрати одну професію чи захоплення? Не обмежуйте себе, займайтеся усім разом. Як бачите, у зірок це виходить на раз-два. Друзі, самий лучший спосіб проснуться поутру – це улыбнутися начинайшомуся, происходящему всему округ. І в цьому вам допомагають наші друзія. Дизель-шоу. Якщо ви обратили внимание, на стоп-время-тремні по низу екрану, як хоббіті на праздник, бегуть букви. Вони бегуть не просто так. Вони символізують, що дизель-утро відправляється в дизель-тур по городам України. Обращайте внимание на букви, будете знать, коли вони окажуться в вашем городі, щоб порадувати. Ну а совсем скоро, через нескільки минут, вони будуть на ваших телеекранах. Тоже не пропускайте. Вкусно. Ось. Давайте, а интересно, нас будуть показатися или нет? А, все-таки будуть, да? Ты знаешь, я просто думаю, говорити Антону или нет, що там бух никаких нет, нет? Пусть секрет буде. Він же сказав, час від часу бігать. Это ж слухає важніше. Автовласники, увага, інформація наступна для вас. Автозлодії придумали новий спосіб, як привласнити ваш автомобіль. Такой дуже незвичайний спосіб злому машин свіксували камери спостереження в одному з дворів міста Києва. Схема була дуже проста. Ось, дивіться. Крадії під'їжджають на машині до автомобіля і роблять вигляд, що вони нібито хочуть припаркуватися поблизу. Один з крадіїв виходить з машини, нібито допомогти іншому припаркуватися. Тим часом третій з заднього сидіння відкриває вікно, стріляє в сусідній автомобіль. Після цього вони якраз дуже швидко дістають із салону цінні речі, через вибите скло садяться в машину і дуже швиденько тікають. От камера зафіксувала, маєте це на увазі, і не знаю, будьте максимально уважними. Заведіть себе робота-трансформера. Много. Пуленепробиваемые стекла. Всегда хороший вариант завести пуленепробиваемые стекла. Ми з Антоном умеем придумати легкие выходи з трудних ситуаций. Що не говорити. Друзі, обзор пресси по версії нашої програми. Що почитатися цим утром? Моя рекомендація – це зайти на сайт московського центра Карнегея. Там є статья «Два года после Крима. Еволюція политичного режима». Діло в тому, що аннексія полуострова два года назад привела к очень большим изменениям во внутрироссийской повестке. И во многом взаимоотношения между властью и обществом начали строиться на других принципах. А, собственно, и модель управления страной тоже поменялась. Поэтому, на мой взгляд, если вы хотите понять, как украинский полуостров и аннексия и оккупация украинского полуострова изменили Российскую Федерацию, милости просим. Довольно интересный материал. Так. Знаете, вот самое популярное слово в Украине долгое время было «люстрация». И, как-то не очень все хорошо понимали, но звучало очень круто. В итоге, «люстрация». Чем все закончилось? Ну, вот уволили часть руководителей, их заместителей, кто был на своих позициях во время правления президента Януковича. Но, по сути, вот статья на сайте «Апостров», «люстрация в Украине», кто из чиновников избежал увольнения, показывает вот основные проблемы, которые остались после такой громкой и такой какой-то в итоге не очень осмысленной иллюстрации. Компания была, наверное, хорошая, но чиновники сделали все для того, чтобы не сорваться. У меня есть, друзья, рекомендация, которая относится такого болючого и омривающего темы для многих украинцев. Это безвизовый режим. Сначала, кажется, он уже у нас в руках, а потом уже, естественно, нет. Попробно надеялые заявы премьер-міністра и спекера Верховной Ради про то, что Украина выполнила все требования ее зведения безвизового режима. А Петро Порошенко подписал безвизовый закон. Ну а я вам порекомендую посмотреть следующее видео. Вам, мужчины, поймите, доверять женщинам уже окончательно нельзя. Раньше они только лицо рисовали. С этим еще можно было смириться. Теперь они позарились на святое грудь и живот. Нет, это правда? Итак, смотрим. Вот, стоит вся девушка. Нет, она как бы абсолютно стандартных размеров, но вот у нас на глазах с помощью нескольких взмахов волшебной кисти опа, и у нее появился пресс. Да ладно. Человеки, где вы это знаете? Для чего вам это? Есть специальные форумы, которые, знаешь, мужское сопротивление женскому одурманиванию. Это жіночі секретики, жіночі таємнички. Они лише жіночі. Знаю, що ви там риєтеся і шукаєте це? Ладно, шутки шутками, но приближається теплая часть весны, приближається лето, и нас ждет засилье фотографий девушек, которые вот в стандартных вариантах там. Это я здесь такая красивая на пляже. Конечно, с одной стороны, фотки эти очень нужны. Они пригождаются нам долгими зимними вечерами, но над ними же можно еще и пошутить. А вам лише пожертвовать. Да, итак, молодой человек решил вызвати огонь на себя и спародировал самые, наверное, известные и стандартные женские фотографии. Вот. Я не могу сказать, что свет неудачно выставлен, но тем не менее в этих фотографиях все же что-то не так. Хотя композиция норм, но вот что-то бьет по глазам. Может, живете, який у него, и тут кинь такой думает, ось це жінка, так меня же никто не зупинял. Друзья, я напоминаю, Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра, у вас все получится. Ну-ка, отдайте мне слова. У меня есть, что вам рассказать. Ребята, начальник Винницкой полиции остался без работы, да? Антон Шевцов, так звали начальник Винницкой полиции, его заподозрили в сепаратизме. В социальных сетях просто появилось видео с участием Севцова в военном параде в оккупированном Севастополе. Кроме того, вот он как раз идет с левой стороны, с георгийской лентой. Кроме того, пользователи соцсети обнаружили фотографии, где он фотографируется вместе с российским нардепом Николаем Валуевым уже после оккупации Севастополя и полуострова. И глава нас полиции, хотя Дикана Иза, подписала указ об отстранении Шевцова от должности руководителя Винницких копов. Сам Шевцов говорит, что просто Антон Параде сопровождал дедушку своего и заявил, что готов пройти тест на полиграфе, чтобы навсегда снять с себя обвинение в сепаратизме. Дело в том, что он служил в Севастопольском, насколько я понимаю, в Севастопольской милиции и после оккупации какое-то время стал с там, а после чего выехал на материк. И самые разные есть оценки всего этого в социальных сетях, но что случилось, то случилось. Мы вам об этом рассказали. Еще что произошло, друзья, это то, что Надя Ставченко стала почувствовать себя набагато краще. Ну, принаймні, так сказал Микола Полозов, один из ее адвокатов. Он встречался напередодні с Надією и подтвердил это в нашей программе. Он сказал, что она действительно стала пить воду, она начала вживать витаминные сумиши, и выглядит набагато краще. Но в тот же самый час киевские медики впевнене, что, не дивлячись на такие тимчасовые покращения, все ж таки, тривало голодование, воно здатне нанести дуже серйозную шкоду її організму. И вот, как раз, на думку президента Всеукраїнской Ради захисту прав и безопасности пацієнті Віктора Сердюка, наприклад, от зникнення почуття голоду, воно може свідчити про те, що в організмі почалися відвородні психічні зміни. Ну, давайте послухаємо його коментар. Це, дійсно, певні психологічні ефекти психічні. Просто, дійсно, досить серйозна річ. Сухе голодування, взагалі, психологічний пресинг, який є, сьогодні, що може поводувати різні психологічні ефекти. І, в тому числі ці описання, вони, ну, це виключно така особливість в такій екстремальній роботи мозку. Ну, давайте вірити в те, що все обійдеться ніяким додам психологічним і психічним розладом, і ця історія не закінчиться. Ну, будемо надіятися. Ладно, давайте я вас отвлеку от таких серйозних новостей неожиданним. Вот є професії, про які вам точно не розказували в школі, на які вас не подбивали пойти родители. Сынок, давай, обов'язательно, вся сім'я буде горда. Потому що ці професії звучать так. Дегустатор м'яса. Чоловік, якому платять за крепкий сон, допустим. І чоловік, який курить наркотики, а йому за це деньги платять. Вот серйозно, вони є. Смотрите. Спати цілими робочими днями і отримувати за це немалі гроші. Куштувати справи вишуканих ресторанів і заробити на цьому статок. Безкоштовно жити в багатих маєтках цілою родиною. Це неймовірні історії про професії наших мрій. Щоб заробляти на життя, не обов'язково довго вчитися. А одноманітній роботі в офісі є чудова альтернатива. Сьогодні в світі існує безліч дивних занять, за які надиво платять чималі гроші. Деніель Вон вже майже 10 років не тільки безкоштовно їсть смачні страви. Йому ще й платять за це гроші, бо він працює критиком барбекю. Основний його обов'язок – куштувати смажене м'ясо в американських ресторанах. Це заняття називають роботою мрії. Заради неї чоловік навіть залишив посаду архітектора. Проте Деніел закликає не називати його роботу легкою. За його спостереженнями він з'їв вже більше півтисячі великих шматків смаженого м'яса. І зупинятися чоловік навіть не думає. Цікаво, як йому вдається все ще залишатися у гарній формі. Поряд зі смачною професією існує не менш зваблива сонна. Готель Фін у самому центрі Хельсінки декілька років тому відкрив вакансію професійного соні. Не робота, а мрія. Майбутній працівник мав перевірити на комфорт близько 40 номерів готелю. Вміння постійно дрімати було не єдиною вимогою. Окрім цього, майбутній працівник повинен був вільно володіти фінською та англійською. Готель Фінляндії став не єдиним мисливцем за професійними сонями. Шість років тому китаянка Джуан стала єдиною з восьми тисяч претендентів, хто перевіряв ліжка та ковтри готелю К'юнер. Отримувати гроші за те, що живеш у багатих маєтках – це не казка, а реальна робота сім'ї Мюллерів. Щоправда, усі їх місця проживання виставлені на продаж. Компанії по продажу нерухомості стверджують, що сім'я приносить удачу. Продати будинок, в якому пожила сім'я елітних кочівників, набагато легше. Мюллери отримали можливість насолоджуватися неймовірним багатством, але втратили спокій. Користуватися фарфоровими чашками і столами з червоного дерева необхідно дуже непомітно. Ліжка мають виглядати так, ніби в них ніхто ніколи не спав, а заброшувати гостей можна лише з дозволу компанії. Будинок сім'я повинна тримати в кришталевій чистоті і зникнути з нього негайно, якщо з'явиться покупець. І хоча такий спосіб життя виглядає дуже дивним, він абсолютно виправданий. Мюллери отримують за невеличкі незручності чи маленькі гроші. Ще одну диву вакансію відкрила компанія NASA. Вона шукає добровольців для дослідження атрофії м'язів. Головне завдання учасників – лежати у ліжку мінімум 70 днів і курити марихуану. При цьому їм не те, що дозволено, а просто необхідно користуватися комп'ютерами і смартфонами. І все це зовсім небезкоштовно. За час досліду вони отримають майже 20 тисяч доларів. Так NASA дослідить атрофію, а декілька сотень ледерів чудово проведуть час. Пашентий, ми наконец-то станем спортсменами, потому що придумано чемпіонат по спортивной пощечині. Вот, смотрите видео, миллионы просмотров наблюдають люди за вот этим вот мордобоем. А ты що, шутиш, що ли? Да. Це не живому чоловіку? Ну, в тот момент живому. А якщо... А якщо че, то виграв? Слушай, ну це ж вообще, це ж... Ребят, давайте так. Утро – це зовсім другое время. Утро – це для того, щоб строити планы, например, на тень. А якщо ви хочете, щоб ваші планы були стройними, щоб ваші планы були без всяких заусенець, то слушайте Вениамина Вегерчука. Доброе утро, це Хороший Гороскоп. Овны, вам пора зменить свой имидж. Сходите в парикмахерскую, сделайте прическу. Хотя не надо, есть варианты попроще. Тельцы – внимательно смотрите по сторонам. Все. Близнецы – сегодня вам целый день будет казаться, что за вами кто-то следит. И знаете что? Так и есть. Раки – у вас какая-то странная ситуация. Если у вас есть ребенок, то он сегодня будет плакать. Но вас почему-то это будет веселить. Львы. Рыбалка и вы совершенно несовместимы. Помните об этом. Девы. У вас сегодня будет очень много дел. Вы буквально захотите разорваться на две части. Весы. Не вздумайте сегодня чинить какую-либо технику. Есть большие шансы, что вы все напутаете. Скорпионы. Постарайтесь сегодня максимально быть незаметными. Хотя вряд ли у вас это получится. Стрельцы. Хватит быть такими наивными. Ну, как чайки, ей-богу. Козероги. Всегда идите вперед. Никогда не двигайтесь назад. Даже если друзья вам в этом помогают. Водолеи. Правильно рассчитывайте свои силы. Путь к вашей мечте очень нелегкий. Я бы даже сказал скользкий. Рыбы. Помните о своей безопасности. Не пользуйтесь зажигалкой на заправке. Хотя до этого ж додуматься надо правильно. Это был хороший гороскоп и Вениамин Вигерчук. У меня все. Друзья, пишите нам. Мы ждем ваших писем, ждем ваших сообщений. Если у вас есть новость, которую вы хотите с нами поделиться, то вот. На сайте Укр.нет мы можем... Прячется моя почта. Антон.ранок.ictv собачка.укр.нет Пишите. Мы будем ждать. Напишите, пожалуйста, Антону письмо, в котором напишите, что из нас двоих самый красивый – это Юля. Так вот. Нет, ты не прав. Я прав. Юля. Так вот, друзья. В России такая новость, которая заставила всех, на самом деле, просто недоумевать. РПЦ требует убрать из школьной программы Чехова и Бунина. Давно пора. Мы всегда знали, что у тебя тоже как бы острые скрепы. И Толстого. Да дай мне новость-то рассказать. Дело в том, что протоиерей Артемий Владимиров потребовал убрать из школьной программы в России те произведения, в которых восплевается «внимание в кавычках» «свободная любовь». Об этом он заявил на соседании Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, членом которой является. В частности, он сказал, что надо убрать такие произведения, как «О любви» авторства Антона Павловича Чехова, «Кус сирени», «Александра Куприна» и «Кавказ» Ивана Бунина. По словам священника, в одном случае муж убивает себя, в другом распадается семья, в третьем «Адюльтер» консайдника. «Каштанку надо убрать, там про любовь к собачке». Забудьте про це, друзі, далі будемо говорити у нашій программе про таке. «Надія Савченко продовжує голодувати, зараз кожний день може стати останнім, адже українських лікарів до неї не пустила, російських Надія не визнає. Що буде, якщо Надія Савченко, не дай Бог, помре?» Поговоримо про це з нашим гостем Валентином Гладких, політологом, і дуже скоро з'явиться у нашій студії. Дочекайтеся. Ну а далі факти, потім повертаємося. ДОРОЛЬНИКА 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 ДОСЦЕЙКА ДОРОЛЬНИКА Спасибо большое. Факты действительно гость будет, интересный разговор будет, но это вот чуть-чуть позже, когда мы разберемся с новостями, что набежали. Меня вот все утро радует новость о том, что турецкая армия воюет на востоке Украины. Да, именно такую оговорку сделал ведущий прокремлевского телеканала НТВ 11 марта в выпуске программы «Сегодня». Я предлагаю насладиться вот просто вырезанным этим кусочком. Сегодня появились шокирующие документальные свидетельства зверств, учиненных турецкими войсками над мирным населением Юго-Востока Украины. Эти кадры в курдском городе. Ну вот люди перепутали Юго-Восток Сирии с Юго-Востоком Украины. Перепутали, это военная доктрина. Донецк, Донбасс, Дамаск. То есть, хочется еще одну историю про то, как вчерашние политические герои стали на сегодня звичайными бандитами. История кримских бизнесменей прямо сейчас в проекте «Гражданская ворона» до вашей уваги. Подивите. Пожалуй, самым известным бизнесменом, поддержавшим Россию во время аннексии Крыма, был Олег Зубков. Был обласкан властью. У него, значит, в собственности два крупных объекта. Это Ялтинский зоопарк «Сказка» и парк «Тайган» в районе Бахчисарая. Во время событий в Крыму он не только ходил на митинги и референдумы, а и делал довольно скандальные заявления. Он резко стал поддерживать Россию, кричал там «Путин в виде войска». Он сказал, что, значит, если приедут бандеровцы, мы натравим на них, значит, наших львов и тигров, будем защищать русскоязычное население с помощью тигров в Крыму. После псевдореферендума он вошел в состав Общероссийского народного фронта и даже… Решил заказать три памятника Александру Суворову, Екатерине Великой и Владимиру Путину. Как собирателю земель русским. Бизнесмен пошел до конца и показательно принял гражданство РФ. Но уже через год русский человек Зубков начал жаловаться. Вы знаете, сегодня в Крыму идет передел собственности, и мои парки считаются, ну, как бы, прибыльным бизнесом. И есть вице-премьеры, которые положили на них свой глаз. Механизм простой, отработанный в коррупционном раю России давно. Все делается вроде как законно. Бизнесмена просто выдавливают проверками, штрафами и налогами. За отказ платить налоги-откаты против Олега Зубкова возбуждено уже несколько уголовных дел. Государственный обвинитель ориентировал суд на то, чтобы суд признал виновным Зубкова в совершении преступления и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Что может произойти дальше, наглядно иллюстрирует история семейства Грицак. Они тоже всем сердцем поддерживали Россию и ее бандитский захват Крыма. А сегодня, пока Елена записывает слезные покаяния, ее муж Владислав сидит в тюрьме. Моего мужа посадили в тюрьму. И не потому, что он стал вдруг вором или бандитом, а потому, что его отправили туда воры и бандиты у власти, которые сначала отняли у него предприятие, а потом с помощью услужливой прокуратуры и послушных судов отправили его за решетку. Ну а о большей сюжете программы «Гражданская оборона» дивится еще в ивторку о 20 и 20 на ИСИТВ. Надежда Савченко, это имя буквально не исходит с уст. Знаете, это та история, которая становится новостью не только в Украине, но и хедлайнером новостей по всему миру. Освободить Надежду Савченко призывают самые разные политические силы по всему миру. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Россия нарушает минские договоренности, продолжая судить украинскую летчицу. Он призвал освободить Савченко и дать ей возможность уехать на родину. А вице-президент США Джозеф Байден призвал Россию сделать правильный выбор, снять все обвинения с украинской летчицей, немедленно ее освободить. Кроме того, 4 из 5 кандидатов президента США опять же призвали освободить Надежду Савченко. И к этому же требованию присоединился Евросоюз. Но между тем Россия продолжает заявлять о том, что все это не более чем попытки давить на суверенное российское же правосудие. И чем вся эта история может разрешиться, вот будем говорить с нашим гостем, политологом Валентином Гладких. Рады приветствовать вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, что вас завітали до нас. Знаете, насправді абсолютно не маємо наміру ховати заживо, але просто хочется якось прогнозувати, зрозуміти деякі речі. Тому що до українських лікарів, до Надії Савченко не пускають, російських вона не признає, не признає, так і інші. Як ви вважаєте, як захід може відреагувати на смерть Савченко, які наслідки можуть бути для Кремля, ну і власне, як це в Україні може бути сприйнято? Як вважаєте? Думати, що це буде якимось дієвим механізмом, який дійсно так вже лякає російське керівництво і зупинити цей свавілля, я, чесно кажучи, не розуміваюся. Список Савченко, ви о нём упоминали, що він не буде, не несет в себе особенной угрозі, но, например, евродепутати, які выступили іниціаторами создання подобного списка, вони включали в него, ну, предложили включити довольно-таки высокопоставленних лиц из числа руководителей Российской Федерации, в тому числе список этот предусматривав би арест їх імущества, активів на території Євросоюзу і США. На ваш взгляд, це не було б якимось інструментом давлення більш-менее весомим? Я думаю, що ті люди, які відповідальні за те, що відбувається сьогодні в Російській Федерації, не дуже побоюються подібних санкцій, тому що я не думаю, що є якась власність, яка зареєстрована безпосередньо на них. Ну, вони точно не дурніші за наших народних обранців і інших, скажем так, слуг народу, у яких просто багаті папи, мами, там бабуся десь великими є так в Монаку, маю, у скромного народного депутата українського. Така сама ситуація з росіянами. Я не думаю, що це реально їх якимось чином лякає. Якась просто безвихідь виходить. Пане Валентине, ну ось звільнення Савченко – це якраз частина мінських домовленостей, так? І поки сама Савченко в руках Рамля, то можна говорити, що Російська Федерація просто не виконує цих домовленостей. А якщо вона помре, то виходить, що Мін з провалами, а що тоді? Ну я би не говорив про те, що вона там чітко прописана в Мінських угодах. Я би сказав так, що в окремих положеннях Мінських угод ми можемо побачити ті пункти, які стосуються і справи Савченка. Але ж не лише Савченко. Ми говоримо Савченко, Савченко. А насправді є чимало українських як заручників на території Російської Федерації, так, власне, і заручників, і полонених бранців на територію цих двох бандитських утворень, які на нашій території утворилися з усиллями Російської Федерації. Тому їх також треба звільняти. Ми ж не говоримо, якщо хтось там загинув чи помер, що це зірвані Мінські угоди. На превеликий жаль. Але Мінське соглашення, одна із їх целей, яка в тому числі грає на руку Україні, це продлення секторальних санкцій проти російської економіки. Сьогодні в Євросоюзі йде больша дискусія относительно того, продлувати ли їх, вони додействують до конца іюля этого року, продлувати ли їх на следующее полугодие, до конца января 2017 року. І многие кажуть, що в случае неблагоприятного розвитку дела Савченко може бути якраз без всяких обсуждений, а то санкційний пакет буде продлен. На ваш взгляд, вероятність такого? Я би сказав так, що цей пакет, швидше за все, буде продовжений у будь-якому випадку. Тому що є достатньо чіткі меседжі, як з боку Сполучених Штатів Америки, так і з боку окремих лідерів Європейського Союзу. Які не лише обвинувачують Росії у невиконанні Російської Федерації, взятих на себе зобов'язань у межах Мінських угод. Це раз. Ну і по-друге, давайте не будемо забувати, що за океану лунають достатньо чіткі меседжі щодо того, що добре. Санкції щодо Мінських угод – це прекрасно. Але давайте не будемо забувати, що є ще аннексований Крим. І санкції вводилися зокрема і в результаті цього бандитського захоплення Автономної Республіки Крим. Згадаюся, але кримський пакет санкцій, він, знаєте, такий, як пчеліні укуси. Тобто, вроді б, якби, ти їх відчуваєш, але никакого серйозного вреда російському економічному туловіщу вони не наносять. Там отдельні вещи проти отдельних лиц і отдельних компаній, в першу чергу кримських самих по себе. Ще прозвучало мнение, если не ошибаюсь, господин Таруто недавно заявлял, що гибель Савченка в результаті действий Кримля може привести до дуже сильной радикалізації обстановки, в тому числі на Донбасі. Ну, взагалі, до повномасштабної війни були і такі думки. Я не думаю, що смерть Савченка може бути причиною для такого розвитку подій. Але її смерть, борони Боже, якщо це станеться, може бути формальною підставою для того, щоб запустити цілу низку таких неприємних наслідків. Але я не думаю, що з боку української влади буде зроблені якісь різкі кроки, якщо загине Савченко. Ви мене вибачте, ми два роки воюємо і досі достатньо обережно і толерантно вигадуємо такі номінації для того, щоб назвати те, що відбувається у нас в Україні. Особливо всередині країни, так, ми дуже голосно, в нас народні депутати волають, дуже патріотичні. А на міжнародній арені оцінки і фрази, які вони ж у вас значно більш стримані. Прозвучало ще такое мнение, що, по сусі, вся історія з Надеждою Савченко проходить під диктовку Кремля. Я розумію логику тих людей, які підтримуються цієї позиції. Тобто, по суті, якщо раніше, наприклад, Надежда Савченко не була якимось фактором мирової політики, о ней не говорили, наприклад, кандидатів, президентів США, не була фактором даже американської повестки, то тепер Кремль сумела розкрутити її до того уровня, що якщо раніше, наприклад, Київ міг выходити і говорити, «давайте Надежду Савченко обміняємо на двох пленных спецназів Савгру», то тепер медійний вес Савченко вырос настільки, що Кремль може виходити і говорити, «да, я готов обмінять Надежу Савченко, ну, наприклад, за відмену частини персональних санкцій». На ваш взгляд, наскільки ця точка зрення верна, що, по большому счету, Кремль добився своєго, розкрутив Надежу Савченко настільки, що тепер вона виконує роль туза в рамках любого переговорного процесу для Москви? Не знаю, наскільки вона справедлива чи несправедлива, але вона однозначно не безпідставна. І те, що на сьогоднішній день цей процес опинився в центрі уваги і світових лідерів, ну, безумовно, говорить про те, що, ну, так, розкачали, безумовно, це як медійний привід. Але, ну, все-таки, розуміють же і світові лідери також, що є фігури, які не є розмінними. Це ми звикли думати категоріями, що давайте поміняємо там суб'єкт А на суб'єкт Б, і вони якісь рівноцінні. Насправді, це унікальне. Кожна людина є унікальною, і кожен процес є унікальним. І говорити про те, що сьогодні на стіл переговорів може бути поставлено там життя чи звільнення Савченка, і натомість там зняття санкцій, я не думаю, що це можливо. Навіть, якщо б це комусь так хотілося. А от погіршити ситуацію, безумовно, це може. Буквально наостанок, буквально там декілька секунд, ось в засобах масової інформації, також була інформація, що Путін нібито пообіцяв Меркель звільнити Савченку. А як вважаєте, це може бути правдою? Боюсь, що ні. Я думаю, що не для того все це починалося, щоб звільняти Савченка. Я думаю, що подобається нам чи не подобається, але ми таки дочекаємося обвинуваченого вироку, і все найцікавіше буде розгортатися після того, як російський суд, якщо це можна назвати судом, виняте свій ганебний вирок. Спасибо. Політолог Валентин Гладких снимал с розової очки, со всех конспирологических теорий в отношении Надежды Савченко. Антон, себе слова. Друзья, вас ждет великолепный юмор от команды «Дизель утро». Уже через несколько минут вы правда увидите их. Это прекрасное начало дня. Не опоздайте. Министерство обороны России приобрело и поставило на вооружение 5 дельфинов. Также в планах у самой сильной и могучей сверхдержавы усилиться ротой пингвинов, полком тюленей, а в авиацию набрать эскадрилью чарок. Интересно, какой олень из Минобороны это придумал? Ну что, сейчас вас ждет реклама, потом факты, а потом утро в Большом Городе будет уже на ваших экранах. Ждите, друзья. Ну что, друзья, спасибо большое фактам, а сейчас продолжается утро в Большом Городе. Вот впереди много всякого, но начну я с новости о том, что в Индии были прекрасные народные гуляния. Пять тысяч человек отпраздновали свадьбу. Свадьбу двух собак. Вот это, я понимаю, у людей тяга к празднику. Серьезно, вот вы видите, кадры, собравшиеся, там были танцы, там были драки, там была нормальная свадьба. Это были какие-то особенные собаки, чего-то. Да нормально, просто там традиционные есть ритуалы. Гости со стороны жениха и гости со стороны невесты. Наваляли друг другу. Тот случай, когда вы все могли сказать, что мама невесты, и такие, да. Да, а он сам сын. Это называется собачий болевут, так он выглядит. Ну, слушайте, у каждого народа свои традиции и такие другие. А с нами, друзья, снова Дизельранок. А это означает что? А это означает, что это отбирный гумор и найдобирнейший жарт только для вашей уваги. Мы так, зазвичай, сумуем за этими хлопцями, что даже сегодня лучше повторить их выпуски, которые мы смотрели в пятницу. Поэтому, до вашей уваги, Дизельранок, насолоджуйтеся. Гарного ранка. Доброе утро. В эфире новости, которая приближает выходные. Здравствуйте. Петр Порошенко во время своего визита в Турцию предложил турецкой стороне возможность использовать украинские подземные газовые хранилища для хранения газа. Если турки согласятся, в планах президента предложить разместить золотовалютный запас их страны в Ощадбанке. В СМИ все больше тиражируются слухи о снятии Арсения Яценюка. Называют различные фамилии, тем самым расшатывая кресло под премьер-министром. Однако, создается впечатление, что даже если кресло и вовсе заберут, Арсению Петровичу все равно удастся удержаться на своей должности. Один из кандидатов на кресло премьер-министра поляк Лешик Бальцирович утверждает, что правительство должен возглавлять человек, который знает украинский язык. Упс. И это значительно сузило круг кандидатов. Во время очередного заседания Надежда Савченко вместо своего последнего слова показала судям средний палец. После этого ее последнее слово должен был зачитать переводчик. Однако, он не до конца смог понять, куда конкретно послала украинка судьи. На или вы? Судьи признали этот жест угрозой их жизни, потому что они уже бывали в этом месте и там небезопасно. Как бы там ни было, мы желаем Надежде скорейшего освобождения и возвращения на родину. Государственная служба статистики Украины зафиксировала, извините, дефляцию. Однако, понижение цен в феврале на 0,4% не повлияло на уровень охренизации населения от этих цен. Беларусь не признает новые пластиковые АДИ-паспорта украинцев. Госпогранкомитет Беларуси заявил, что их компьютеры читают только дискеты и диски. А тут уже какие-то чипы приносят. Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова призналась в употреблении допинга. Страшнее будет, если она признается, что ее знаменитые... Она тоже симулировала под действием допинга. В то время как КНДР объявила о создании миниатюрной ядерной бомбы, Министерство обороны России приобрело и поставило на вооружение пять дельфинов. Также в планах у самой сильной и могучей сверхдержавы усилиться ротой пингвинов, полком тюленей, а в авиацию набрать эскадрилью чарок. Интересно, какой олень из Минобороны это придумал? Во всем мире на этой неделе праздновали Международный день женщин. Дизель-студия еще раз поздравляет прекрасную половину человечества с прошедшим праздником. А подробнее о праздновании в нашей постоянной рубрике «Фотоотчет за неделю». Смотрим. Доброе утро! Вот и прошло 8 марта. Многим мужчинам пришлось нелегко в этот день. С приходом весны девушки стали одеваться более откровенно. Весной возобновился чемпионат Украины по футболу. Однако из-за кризиса многие клубы так и не смогли уберечь свои поля. А некоторым клубам не хватает денег даже на амуницию. Из-за повышения акцизы на алкоголь многим продавцам приходится выкручиваться и продавать напитки под видом других продуктов. В России продолжается импортозамещение. Услуги такси в Украине снова подорожали. Если так пойдет и дальше, то дорогих перевозчиков заменят более дешевыми. Более подробно о работе такси в нашей рубрике «Очевидец». Все больше и больше людей недовольны услугами такси. Последней каплей стал рекордный чек на сумму более тысячи гривен за проезд на такси из аэропорта Жуляны. В чем причина таких тарифов, расскажет нам очевидец Евгений Бомбило. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Я сразу хочу у вас поправить, что это еще не рекорд. Это они еще по-божески с него взяли. Да, возможно, но согласитесь, что таксисты сегодня немного офигели. Нет, знаете, не согласен. Они просто хуй. Это более точное слово, но, к сожалению, я не могу его употреблять. Блин, могу. Кулак. Как вы думаете, кто устанавливает такие высокие тарифы? Устанавливает? Да, походу, они их на ходу придумывают. Ну, или на спорту. Да, возможно. А возможно, подорожание связано с повышением цен на топливо. Вы знаете, таксисты – это те люди, которые жалуются на то, что бензин дорогой, а сами едут на газовую заправку заправлять. Кстати, это правда. Хорошо, вот вы не знаете, почему, когда идет снег, начинается двойной тариф? Наверное, потому, что поездка на Ланосе в снежную погоду приравнивается к экстремальному отдыху на горнолыжном курорте. И снова правда. Как вы думаете, почему поездки на такси стали такими дорогими? Я думаю, просто в стоимость проезда включены стоимость услуг психолога, астролога, экономиста, политолога, златака футбола и вообще всего спорта, и анекдоты на все случаи жизни. Это точно. А еще математика. Да, им же нужно еще и сдачу посчитать. Где вы видели таксиста, у которого сдача есть? А по поводу математики, так они таксу в уме считают, ну, кто до скольки умеет. А если не местный пассажир, то просто нолик в конце дорисует и нормально. Да-да-да, не могу не согласиться. А что вам вот больше всего не нравится в такси? Музыка. Вот больше всего меня раздражает такси-музыка. Знаете, я к вам минут 10 всего ехал, а такое ощущение, что три срока уже отмотал. Мне даже кажется, что у меня на груди купола начали появляться, татуировки всякие. А вот как вы думаете, почему таксисты слушают именно шансоны? Ну, тут все просто. Они же постоянно сидят. Да, кстати, я никогда об этом не думал. Кстати, вы не пробовали попросить таксиста переключить шансон? Да, знаете, один раз попробовал. И? Узнал, зачем они возят с собой монтировку. Скажите, а вот зачем таксисты возят постоянно окольными путями? Наверное, потому что они любят город и заодно экскурсию проводят. А может, потому что это просто длиннее маршрута и дороже для пассажира? А вы знаете, а вы ведь умный пассажир. Такие нам нужны. Вот вам, пожалуйста, моя визиточка. Подождите, так вы что, тоже таксист? Конечно, звоните в любое время, дня и ночи. Тариф всего 3 гривны километра. Высококомфортабельный Део Ладос. Эээ, да. Что, да? Таксистов таких, как я, мало осталось. Я самый редкий таксист в мире. Мне в красную книгу занести надо. Чего же это вы такой редкий? Чего это? Я честный. Город знаю. Что еще? Блин, я ж матом не ругаюсь. Практически. Да. Я так понимаю, что у вас и шансон в машине не играет. Вообще не играет шансон у меня. Я его сам пою. Вот стоц, перевертоц, бабушка созрела. Вот стоц, перевертоц, кушает компот. До встречи с новыми очевидцами. И мечтает снова. Вот стоц, перевертоц, совершит налет. Продолжим. В Китае студенты изобрели уникальную антикризисную велостиралку. Принцип очень прост. Крутишь педали, стираешь вещи. Самый сложный режим новой стиралки – это режим отжима на тысячи оборотов. Главное – крутить педали голым, иначе вы вспотеете и снова придется стирать. Ученые установили, что чрезмерная радость вредит вашему сердцу больше, чем сильный стресс. Поэтому мы продемонстрируем вам, как следует радоваться, ну, чтобы поберечь себя и свое сердце. Итак. Егор, у тебя родился сын. Ю-ху! Хорошо, усложняем. Украина выиграла чемпионат Европы по футболу. Оле-оле-оле-оле! Украина вперед! Доллар снова по восемь. По восемь? Е-е-е-е-с! Да! У-ху-ху! Не, Егорчик, Егорчик, ты спокойный, ты можешь навредить своему здоровью. Да хрен с этим здоровьем! Доллар по восемь! Е-е-е-с! У-у-у! Еще больше хорошего настроения в нашей постоянной рубрике. Пока весна окончательно не наступила, люди ищут развлечения в своих квартирах. И вот как после этого ругать детей за их невинные шалости? И уж тем более за желание на чем-то покататься по квартире. Тем более, что взрослые сами любят прокатиться по квартире с ветерком. Если дети остаются одни в квартире, научите их обращаться с огнем. Тем более, если у них химичка с фантазией. И, наконец, чтобы регулярно смотреть «Дизель утра» в прекрасном качестве, купите себе новый телевизор. Только не сильно отмечайте эту покупку. Веселых вам развлечений и до встречи через неделю. А, Саня, что хотел спросить, что с телефоном у тебя? Подключил. Но после эфира «Дизель шоу» у меня столько поклонниц появилось. Ой, да ладно. Да, начали писать, звонить. Ну, я сижу, отвечаю, и тут бах, и жена заходит. Короче, скандал, ну, сам понимаешь. Так может сменить. Да не хочу я менять номер. Ты что, у меня там столько контактов. Фух. Ну, тогда, Саня, после сегодняшнего «Дизель шоу», там, где ты в одном из номеров был в женском платье и при полном мейкапе, я думаю, у тебя появятся не только поклонницы, но и поклонники. Верные поклонники. Слушай, надо точно номер поменять. Да-да, пишем, да. До новых встреч, друзья. Смотрите «Дизель шоу». Пока. Хорошего настроения. Я как вспомнил тебя в этом платье. Да ладно, ну, это же вы меня заставили. Я не хотел. Ну что, друзья, великолепных комиков «Дизель утро» вы сможете не только посмотреть, но даже, возможно, потрогать, когда они окажутся в вашем городе. Да, «Дизель утро» отправляется в дизель-тур по стране. Ищите даты, ищите города и не пропускайте это удовольствие. Друзья, я вам хочу рассказать одну зверушлую историю про те, що фізичні обмеження – це зовсім не привід відмовитися від своєї мрії. Це довів Дерек Рабело з Бразилії. Уявіть собі, хлопець абсолютно нічого не бачить, але він займається серфінгом. От як перемогти себе, не зважаючи ні на щоті за своєю мрією, дивіться далі в нашому сюжеті. Дерек Рабело – серфінгіст з Бразилії. Вже майже 10 років хлопець живе тим, що підкорює нові й нові хвилі. Про те, щоб Дерек займався серфінгом, мріяв батько хлопчика ще до народження сина. День за днем чоловік, який теж був серфінгістом, уявляв, як вони ловитимуть хвилі разом з сином. Але яке було розчарування, коли хлопчик народився повністю сліпим. Лікарі поставили діагноз – глаукома. Дерек не бачив не те, що предметів, а навіть спалахів світла. Про заняття серфінгом годі було й думати. Йому було важко навіть ходити без допомоги. Хлопчик різ, вивчаючи світ на слух і дотик. Але шум моря за вікном манив його до себе. Ніхто з рідних і подумати не міг, чим це все закінчиться. Дерек поборов себе, переміг свій страх. Коли хлопцю виповнилося 17, він спіймав свою першу хвилю. Попри всі заборони і застереження, Дерек вирішив зробити батьку подарунок – здійснити його заповітну мрію. Мені допомагають мої друзі, батьки, мій тренер. Коли живеш з вірою, усе можливо. Дерек підкорював нові й нові вершини. На полегливість і постійні тренування зробили його справжнім майстром своєї справи. І вже через деякий час хлопець вирішив, що поїде на пайнлайн. Гавайський берег – культове місце серфінгістів. Адже саме тут хвилі сягають найбільшої висоти. Коли я вперше заговорив про пайплайн, всі говорили мені, що я зійшов з розуму. Ти збираєшся серфити з пайплайн, ти втратив глузд. Ти ж можеш загинути, це дуже ризиковано. Я люблю великі хвилі. Це екстремально, це небезпечно. А коли відчуваєш небезпеку, отримуєш більше задоволення. Коли хлопець впіймав свою першу хвилю на пайплайн, він був неймовірно вражений. Дерек не міг повірити, що це відбувається з ним. Здавалося, все, про що хлопець мріяв, здійснилося. Та це був лише початок. Бруно Лемо, гавайський фотограф, зняв на відео, як сліпий хлопець майстерно розсікає хвилі. Наступного дня відео з'явилося в інтернеті і стало справжньою сенсацією. Мені подзвонила подруга і сказала, Лія, ти бачила відео з Дереком? Я сказала, що вона, певно, сплутала його з химось іншим. Та все ж я зайшла в інтернет і побачила відео, де Дерек розсікає на дошці по величезних хвилях. Я була в шоці. Відео за лічені години набрало тисячі переглядів. Хлопець став справжньою зіркою. Цей ролик змінив його життя. Фотограф Бруно Лемо разом з Брайаном Дженкінсом вирішили зняти про Дерека фільм. Дерек надихнув мене створити цей фільм. Я хочу, щоб люди дивились і розуміли, що потрібно вірити у свої сили. Якщо цей хлопець може, то зможу і я. Я хочу чути такі історії. Тож я побачив Дерека і вирішив, що це потрібно показати. Сьогодні хлопець користується неабиякою популярністю. Фільм про Дерека став відомим на увесь світ і зібрав тисячі фанатів. Хлопець вже об'їздив пів Європи. Він спілкується з фанатами, роздає автографи, розповідає свою історію і надихає людей на нові звершення. Каже, з вірою усе можливо. І якщо він захоче, то зможе полетіти навіть на місяць. Це називається приклад того, як неприбаняти мріяти за будь-яких умов. 18 тисяч доларів за два місяці. Байдекування або безкоштовна прописка в багатому маєтку. Це не видумка, а реальна робота людей. За що ж платять? Такі величезні гроші, дізнаєтеся в нашому сюжеті. Вже дуже скоро дочекаєтеся. Ви знаєте, друзі, вчора, накануні, стало відвісно, що Владимир Путін надав приказ у виводі російської воєнні групи із Сирії. Тобто, для Росії сирійська кампанія закінчена. Але які ітоги цього шестимесячного протистояния? Для чого все це було нужно? І чого ждати Україні от того, що Росія виходить із сирійського конфлікта? Ось 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 будемо говорити с експертом Николайом Спиридоновим. Должен появиться у нас на связі. Мені щас подсказують, що світу у нас немає. Тому на ефір продовжуємо, друзі. Але, тим не мене, зовсім скоро. Прямо сечас, да. Вот, гражданская оборона. Хотіло сказати, що, друзі, поки ми дозвануємося к нашому гостю, ви посмотріте анонс проєкта «Гражданская оборона». Полний випуск буде сьогодні в 2020. Ну а сечас – нямного про духовні скрепи. Совсем чуть-чуть. Смотрите сегодня в «Гражданской обороне». Разделяй і властвуй. Що общего у Турції і України в отношениях з Росією? Анкара не вперві сообщаєт о нарушенній російськими самолітами турецкого воздушного пространства. Звізды псевдореспублік. Кто на оккупированных территоріях несет пропаганду в маси? Вони, по сути, просто постоянно доносят генеральну линию партии. Нефть по 30. Когда російський ринок окончательно рухнет? 50-48% всіх надходжень до російського бюджету були від нафту і газу. Взрывоопасний Донбасс. Скільки вийде на разминировання захвачених террористами земель? Очень багато гибнет іменомирних жителів на растяжках, які знаходяться в «Зеленці». Факти, свидетельства, доказательства. Все це сьогодні в 2020 в «Гражданской обороне». Друзі, включити з експертам, о ітогах російської і сирійської компанії. Ми будемо делать чуть-чуть позже. Прямо сейчас реклама, а потім ми вернемся в эту студию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, це утром в Большому Городі. На ваших екранах уникальне событие. Говорящий інтелектуал Павел Казарин! Ти йому що гроші вина, ні? Я, нет, по-моєму, я йому тепер... Да, тепер я йому і должен. Друзі, після такого-то анонса. Ви знаєте, судя по всему, украинські власти зашевелились, поняли, що угроза потери перспектив безвизового режима со странами Шенгена, она більш чем актуальна. И вот уже президент вносит поправки, предлагает Верховной Раде, точнее, поправки внести в закон об электронном декларировании доходов чиновников. Так, например, предлагается, что если чиновник указал неправильную информацию, то его будут штрафовать на сумму от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов. То есть умножайте на 17, где-то до 50 тысяч гривен. Либо общественная работа на срок от 150 до 240 часов. Возможно, даже и лишение ее свободы на срок до 2-х лет, с лишением права занимать определенные должности. Но вопрос просто не в том, какие поправки предложат в этот закон, а одобрят ли эти поправки, собственно, те самые европейцы, которые изначально настаивают на принятие подобного закона. Ну, вообще, век, как все, серьезно у наших депутатов их буквально заставляют работать. Но, если мне нравится работать, у них есть вариант. Есть другие профессии, можно уходить туда. Можно быть дегустатором мяса, можно быть профессиональным спуном. Или, как это назвать правильно, это я отдельно подумаю. Но самое главное, можно прямо за деньги, и тебя потом не посадят, употреблять наркотики. Тоже есть такая профессия. В общем, смотрите, что в мире-то бывает. Субтитры создавал DimaTorzok Даніель Вон уже майже 10 років не тільки безкоштовно їсть смачні страви. Йому ще й платять за це гроші, бо він працює критиком барбекю. Основний його обов'язок – куштувати смажене м'ясо в американських ресторанах. Це заняття називають роботою мрії. Заради неї чоловік навіть залишив посаду архітектора. Проте Даніель закликає не називати його роботу легкою. За його спостереженнями, він з'їв вже більше півтисячі великих шматків смаженого м'яса. І зупинятися чоловік навіть не думає. Цікаво, як йому вдається все ще залишатися у гарній формі. Поряд зі смачною професією існує не менш зваблива сонна. Готель Фінн у самому центрі Хельсінки декілька років тому відкрив вакансію професійного соні. Не робота, а мрія. Майбутній працівник мав перевірити на комфорт близько 40 номерів готелю. Вміння постійно дрімати було не єдиною вимогою. Окрім цього, майбутній працівник повинен був вільно володіти фінською та англійською. Готель Фінляндії став не єдиним мисливцем за професійними сонями. Шість років тому китаянка Джуан стала єдиною з восьми тисяч претендентів, хто перевіряв ліжка та ковтри готелю К'юнер. Отримувати гроші за те, що живеш у багатих маєтках? Це не казка, а реальна робота сім'ї Мюллерів. Щоправда, усі їх місця проживання виставлені на продаж. Компанії по продажу нерухомості стверджують, що сім'я приносить удачу. Продати будинок, в якому пожила сім'я елітних кочівників, набагато легше. Мюллери отримали можливість насолоджуватися неймовірним багатством, але втратили спокій. Користуватися фарфоровими чашками і столами з червоного дерева необхідно дуже непомітно. Ліжка мають виглядати так, ніби в них ніхто ніколи не спав, а заброшувати гостей можна лише з дозволу компанії. Будинок сім'я повинна тримати в кришталевій чистоті і зникнути з нього негайно, якщо з'явиться покупець. І хоча такий спосіб життя виглядає дуже дивним, він абсолютно виправданий. Мюллери отримують за невеличкі незручності чи маленькі гроші. Ще одну диву вакансію відкрила компанія NASA. Вона шукає добровольців для дослідження атрофії м'язів. Головне завдання учасників – лежати у ліжку мінімум 70 днів і курити марихуану. При цьому їм не те, що дозволено, а просто необхідно користуватися комп'ютерами і смартфонами. І все це зовсім не безкоштовно. За час досліду вони отримають майже 20 тисяч доларів. Так, NASA дослідить атрофію, а декілька сотень ледерів чудово проведуть час. Знаєте, як кажуть, найкраща робота – це хобі, за яке тобі добряче платять. Друзі, приходжу до інших важливих новин. Надія Савченко йде на поправку. При це повідомив один з її адвокатів Микола Полосов. За його словами, стан здоров'я українки покращився. Вона п'є воду, вітамінні суміші. Оглядає набагато краще, ніж минулого тижня. Цитую, температура прийшла, що правда, тис зараз не низький – 100 на 60. Але, говорить, вона нормально. За словами Полосова, Савченко настроє на абсолютно серйозно йти до кінця. Але, як відомо, російських лікарів Надія Савченко не визнає до себе, не підпускає. Українських лікарів до неї просто не пускають. І ось зараз всі хвилюються і переживають, а якщо раптом, з надією може статися найгірше. Як тоді, наприклад, реагуватиме Захід? Саме це питання ми обговорювали у нашій студії. Серед інших із нашим гостем, політологом Валентином Гладких. Давайте послухаємо, нагадаємо його коментар. Увага на екран. Негативно відреагують, негативно буде сприйнято. Але якихось реальних наслідків швидше за все не буде. Якщо борони Божи, це станеться. Тому що це не перший випадок в історії людства. І чомусь я впевнений, що далеко може стати не останнім. Згадайте і той самий список Магніцького, коли росіян включили американці. Згадайте наслідки вбивства Литвиненко у Лондоні. Ну так, якісь санкції будуть, якийсь осуд буде. Але думати, що це буде якимось дієвим механізмом, який дійсно так вже лякає російське керівництво, і зупинити це від свавілля, я, чесно кажучи, не розуміваюся. Вы знаєте, друзі, ще одна тема. Також получило, що в ці дати как раз Міра відмічає втору годовщину аннексії полуострова. Уже два роки український полуостров живет под російськими триколорами. І дуже багато журналістів подводять итоги цього двохлітнього прихода Росії в український регіон. Наші колеги з программи «Гражданська оборона» не остались в стороні. Їхні більшого розслідкування прямо зараз на ваших екранах. «Севастополь! Россия!» В этой радующееся, словно дети толпе, скорее всего, є герой нашого сьогоднішнього сюжета. Бізнесмены, які лишились всього после прихода Русского Міра. «Россія! Россия!» Тогда, підтримував Росію, ці люди ще не знали, що зовсім скоро їх життя змінняться навсегда. І далеко не в лучшую сторону. Русский Мір раскрылся во всей красі вже через три місяці. Першим пал туризм. Туризм кормил 80% крымського населения. А затем потянулося і все, що було зв'язано з основним источником доходів простых крымчан. На кожний доллар потрачено за проживання, 5-6 долларов, так сказать, турист тратить на якісь допомоги. Ну і серії, наприклад. У мене гостиниця, я там трудоустроював 15 чоловік. Ну, кроме цього, є рядом ресторан, который кормит таких туристів. А далі є, допустим, маленька пекарня, яка пекарня, яка пекає хліб, яка пекає їм. Потім є грузоперевозки. І, соответственно, все, що було, все кормилося. Оно на сьогоднішній день умерло, все схлопнулося. Однак туристический бізнес – це тільки вершина айсберга. Он отмер естественним путем, с оттоком туристів. Що страшне, вместе с Россією на полуостров пришли три всадника русского апокалипсиса. Рекет, коллекторы і рейдеры. Всего було захвачено с момента аннексії свыше 4 тисяч предприятий. Це не маленькі какие-то, це середні і крупні предприятия. Крупні – це гостиниці, гостиничні комплекси. Це, допустим, завод «Массандра», який був захвачений, «Магарач», який знаходиться в Ялте, захвачений крупний. Потім захвачены були стрелочні заводи, херчі. Для прожорливой бандитської машини Крым свеже мясо. Серьезні люди із России без зазрення совести принялись деребанити саме лакомі кусочки, на котре не подималась та жа рука агалтелых приспешників Януковича. Вот эти бандитські привычки, вони сейчас в полном объємі проявляються. Поэтому містний бизнес, він оказался под тройним, скажем так, прессом. Знал того, що містні бандиты пресують, які оказались у власи, тому що Аксенов і його приспешник – це бандиты. Крім того, прийшли росіяни, і прийшли ще чеченці. І кожен, Давид, кожен требує свою частину дані з місцевого бізнесу. Ну а, друзі, першого квітня – День сміху. Щоправда, українцям буде не до веселочів. Адже саме з першого квітня подорожчає комуналка аж в два рази. Підвищення ще рік назад було узгоджено з МВФ, і змінити його вже не можна. Подорожчає гаряча вода, подорожчає опалення та газ. У нас є коментар з цього приводу фахівця, послухайте його. Я думаю, що це робка не тільки самого регулятора, а й ошибачна концепція построення взаимоотношений з потребителем. Тому що тут неправильно выбрані акценты. Удушитися тарифами до такої степени, що потребитель не знає, що йому робити, куди йому біжати – це неправильна дорога, це путь в нікуди. Обідити художника може кожен. І знаєте, це може произойти в будь-який момент, тому що художник прячеться теж практично во всіх, навіть в мирових звездах кіно і театру. Смотрите наш сюжет, і ви поймете, о ком. Я говорю, а-на-на, застряла буква. Талановита людина, талановита в усьому. Цей факт зайвий раз підтверджують зірки, які, крім акторства та співів, ще й на хвилиночку стали живописцями. Хто селебрітіс майстерно і не дуже володіє пензлем, дивіться просто зараз. Думаєте, лідер скандального гурту «Ленінград» здатим тільки на глузливі нецензурні пісні? А от і ні! Виявляється, картини Сергія навіть висять в музеї Ерата в Санкт-Петербурзі. Дві його найвідоміші роботи – зображення сорочки Дольча Габбана і футболки з логотипом групи ACDC. А безперечним хітом стала зухвала картина з чоловіком і жінкою, які, так би мовити, зливаються воєдино. Але дійцям та особливо вразливим її краще не бачити. Шнура все ж таки залишається шнуровим. Так-так, найвідоміший голівудський качок теж прикладається до пензля. І роботи в нього, ну, дуже емоційні та яскраві. Як і сам Сталоне, між іншим. До речі, Рокі захопився малюванням ще в дитинстві, але грошей на вищу художню освіту у батьків не було. І за іронією долі Сталоне довелося піти в актори. Відомий Бітл полюбляв малювати ще в молодості. І робив це на пару з Джоном Леноном. Але якщо роботи Ленона, чесно зізнатися, зовсім посередні, то картини Маккартні високо ціняться критиками. Але сер Пол плювати хотів на відгуки. Йому подобається сам процес малювання, тож і сидить собі з пензлями та фарбами днями і ночами. Ганібал Лектор самобутній художник саме так і є. Хопкінс почав малювати 11 років тому і правильно зробив. Його живописні шедеври перейшлися до смаку не тільки дружині Стелі, а й відомим митцям. Зухвалі та іронічний красень Франко творить такі самі картини. Як бачите, вони дуже прості, яскраві і жартівливі. А зображений на них частіше за все сам Франко. Логічно, адже більше за все він любить себе коханого. Ну, ще пісні Лани Дель Рей. Та саме історія із Ренатою Літвиновою. Адже героїня усіх її картин, як дві краплі води, схожа на саму акторку. Епатажна білявка з сумними очима тепер прикрашає стіни домівок чи не усіх зірок російського шоу-бізу. Не можете обрати одну професію чи захоплення? Не обмежуйте себе, займайтеся усім разом. Як бачите, у зірок це виходить на раз-два. А я все милуюся. Друзі, пам'ятаєте про мою колекцію кімнатних рослин? Я от якраз збираю, колекціоную їх в нашій студії на моєму такому іпровізованому календарі. І ось сьогодні у нас 15 березня, а тут у мене живе герань. Погляньте, це не просто яскрава квітка. Вона ще, до речі, і справжнісінький лікар. Адже листі герані чимось прирівнюють до листків подорожника за властивостями. Якщо потерти листочок, прикласти до рани, то кровотеча швидко припиниться, рана швидше загоїться. Більше того, якраз американські лікарі в сезон епідемії грипу радять вдихати ефірну олію герані. Але можна зробити набагато простіше. Взяти листочок, розтерти його добряче і вдихати аромати цієї квітки. Для профілактики, для того, щоб ваш імунітет завжди був міцним, нам потрібен, звичайно, комплекс вітамінів. Саме тому я вже який день приймаю вітаміни, можу вам сказати абсолютно компетентно і серйозно. Почуваю я себе, друзі, прекрасно. Ніякі хвороби мені не загрожують. А секрет простий – супері, сонячний настрій кожного дня. Открою-ка я вам другой секрет. Друзія, играйтеся, играйтеся в игрушки, і тогда ви станете богатими. 250 тисяч доларів получив молодой чоловік просто за то, що він лучше всех управляється радиомоделью. Ну, посмотрите. На чемпіонате по управлению дронами британский подросток получив 250 тисяч доларів. 15-летній пацан просто всегда любив летати, игратися з цими вертолітиками. 150 команд со всего мира. Посмотрите на эти удивительные кадры. Це новий спорт, спорт будущего. Це щось надзвичайно. Люди з накачаними пальцами управляють этими дронами. Круто. Вот, вот оно будущее. Друзі, напомінаю, Нескафе Классик заряджає енергию з самого утра, і з цією енергию вперед в будущее, к новому свершенню. Друзі, у нас совсем немного времени, но ми успеем связатися з полігодом Николаєм Спиридоновим, поговорити с ним по тому, почему Россия уходит из Сирии. Об этом стало известно накануне. Николай сейчас с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Скажіть, пожалуйста, на ваш взгляд, почему Москва приняла подобное решение, неожиданно для всех вывести собственную военную группировку из этой ближневосточной страны? Я думаю, что основная причина состоит в том, что в России переключаются на внутренние вопросы. Осенью пройдут выборы в Государственную думу России. Война в Сирії не популярна среди россиян, в принципі, и рейтинга про власные партии не добавляет. А сейчас основная задача для правящей верхушки России все-таки успешно пройти выборы в Государственную думу. Кроме того, объективно мы знаем, что бюджет Министерства обороны России урезается. Бюджет Министерства обороны на 2016 год урезан, насколько я слышал, на 10% по сравнению с 2015 годом в рублях. Если это оценить в долларах, учитывая, что рубль постоянно теряет вес, то, естественно, это еще более урезано, и Россия физически не может присутствовать в таком количестве горячих точек, в каком она присутствовала до этого. Но в то же время... Николай, если позвольте, еще один вопрос. Дело в том, что сирийская компания не единственная для России. Мы знаем про наличие российских войск на Донбассе. Многие эксперты говорят о том, что уход России с сирийского фронта может означать интенсификацию присутствия российских войск на Донбассе. Вот ваше мнение на этот счет? С точки зрения рациональной, не думаю, потому что Россия как бы ничего и не должна в Украине делать, потому что украинская власть сейчас настолько успешно занимается самопожиранием, и ситуация в Украине экономическая и социальная настолько резко обваливается, что России тут никаким образом вмешиваться и не нужно. Но мы знаем, что Россия далеко не всегда, российское руководство поступает рационально, поэтому исключить обострение на Донбассе мы, к сожалению, не можем. Но вот сейчас предпосылок для него я не вижу. Понятно, спасибо. Николай Спиридонов был с нами на связи, говорили о причинах и последствиях вывода российских войск из Сирии. Будем мы дальше отслеживать эту тему. Ребят, что у нас еще? Что у нас еще? У нас выяснили, наконец-то, какой самый пьяный горный курорт. Пьяный? Это тяжелая буква. В Болгарию надо ехать, серьезно. Британский туроператор Crystal Sky составил рейтинг самых пьяных горнолыжных курорторов Европы, и вот по количеству баров на квадратный километр первое место досталось болгарскому боровцу. На километр приходится 4 бара. Можно вообще из номера не выходить. Я считаю так, приехал, из номера не вышел. Куршевая Литва на... Ну да, французы, какие страны отстают. Друзья, по данным Синопсик Юэй, сейчас в Киеве ноль, днем до плюс двух, без осадков. Берегите себя, одевайте степлее. Как же хочется тепла. Гарного вам дня. Давайте грейтеся и верите, что весна уже очень скоро. Гарного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова